Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» и Марина Романюк. Смотрите в выпуске. От «Алмаза» до «Спартака» министр спорта России Олег Матыцын убедился, что его профильная отрасль в Рязанской области под особым вниманием. Динамика обратной связи Павел Малков на правительстве призвал к правильной систематизации обращений. Лето и арбалеты. Какие концерты, мастер-классы и спортивные программы ждут рязанцев уже с июня, рассказали в городской мэрии. Сразу несколько спортивных объектов осмотрел в Рязани министр спорта России Олег Матыцын. Вместе с губернатором Павлом Малковым они побывали на биатлонном комплексе «Алмаз» в Академии тенниса имени Николая Озерова. Финальной же точкой стал дворец спорта «Олимпийский». На ледовой арене дворца спорта «Олимпийский» хоккейный матч в самом разгаре. Правда, тренировочный. Зато здесь все по-настоящему. И силовая борьба, и меткие броски. Вот только на трибуне всего два зрителя. Но какие? Министр спорта Олег Матыцын и глава региона Павел Малков. «Олимпийский» – финальная точка спортивного маршрута чиновников. Здесь же встреча со спортивной общественностью. Павел Малков отметил, что развитию и господдержке физкультуры и спорта в регионе уделяют особое внимание. Сегодня растет количество людей, которые занимаются спортом. Сейчас это уже больше половины населения, 53%. На этот год у нас задача поставлена дойти до 55%. Мы эту задачу обязательно выполним. Мы это поручили президенту, мы должны его достичь в любом случае. Но вот хочу отдельно сказать, что одно из ключевых направлений на население задачи – это укрепление развития спортивной инфраструктуры. Здесь тоже многое сейчас делается, например, в поддержке федерального правительства, федерального инфраструктуры. Мы активно сейчас занимаемся и обновлением спортивных объектов наших и строительства новых. Павел Малков рассказал, что в прошлом году в регионе уже открыли три фока – в Сарайском, Милославском и Скопинском районах. Началось строительство нового в микрорайоне Торфмаш. До конца года в Рязани достроят крытый футбольный манеж. Параллельно идет ремонт стадиона «Спартак» и легкоатлетического манежа «Юность». В ближайшей перспективе – фоки в Сапожке и Ухолове, а также два крытых катка с искусственным льдом в Рязани и Скопинском районе. А благодаря частным инвестициям появится новая современная теннисная площадка в Солочи. По словам министра спорта Российской Федерации Олега Матыцына, внимание спорту регион оказывает самое серьезное. Есть хорошая база для развития талантливых спортсменов и для занятия массовым спортом. Здесь работает профессиональная команда. На каждом объекте, где я был, вижу, что и в руководстве очень заинтересованы профессиональные люди. Жизнь на объектах идет, причем работа ведется как по развитию массового спорта, так и профессионального спорта. И это, наверное, залог успеха. С одной стороны, в спортивной отрасли, с другой стороны, мы спорт рассматриваем как очень важный фактор стабильного развития региона. И я очень рад, что у главы региона такое же понимание. Олег Матыцын добавил, что в регионе есть все для успешного развития отрасли. В первую очередь, это готовность руководства региона изучать и внедрять лучший опыт. Работать в команде с профессионалами, энтузиастами, учитывать пожелания и предпочтения людей. На встрече со спортивной общественностью речь шла о реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Поддержки школ Олимпийского резерва в перспективах допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. А также создании адаптивных спортшкол. В завершении мероприятия министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын вручил представителям спортивной сферы региона ведомственные награды. Ассоциация управляющих компаний ЖКХ Резонской области обратилась в прокуратуру региона с просьбой проверить обоснованность присвоения рейтингов. Напомним, один из них был опубликован на портале «Открытый регион.62» и он породил массу слухов и недовольных комментариев, причем в основном от руководителей управляек. Обращение в прокуратуру – это, похоже, некий жест отчаяния. По мнению Ассоциации управляющих компаний региона, критерии составления рейтинга довольно субъективны, а публикация списка влияет на мнение потребителей услуг и репутацию управляющих компаний. Сложно не согласиться, когда у тебя в управлении, например, 88 домов, а отзывы, что называется, ниже плинтуса. Тем не менее, Ассоциация считает, что для совершенствования работы и повышения качества обслуживания многоквартирных жилых домов необходима независимая оценка деятельности. При этом важна прозрачность и объективность критериев, влияющих на ее показатели. На это она упирает в своем заявлении. И трудно с этим не согласиться, но давайте вспомним, что предлагал губернатор Павел Малков совсем недавно для повышения этих самых прозрачности и объективности. Мы предложили управляющим компаниям подключиться к системе инцидент-менеджмента. Ну и значит, что управляющие компании будут видеть все жалобы в соцсетях по себе и по своей территории, ну и смогут оперативно на них реагировать. Вот сейчас уже 32 управляющих компаний работают в этой системе и 5 сейчас еще проходят оформление и подключение. То есть всего уже будет 37. Это те компании, которые готовы воспринимать новые подходы и готовы меняться. Всегда есть кто не готов что-то новое воспринимать, но им, соответственно, придется уйти. Есть те, кто готов реагировать на новые вводные, на нужды людей, кто готов работать на результат. Вот с этими компаниями нам точно по пути. На момент публикации в рейтинге открытого региона было 88 компаний. С 1 июня станет меньше. По данным госжилы инспекции в Рязанской области будут прекращены лицензии 23 управляющих компаний. 7 отказано в пролонгации, 16 сами не обратились с заявлением. И это только первые результаты. И только по Рязани. Скоро эта масштабная общественная инспекция охватит всю область. Хочу сказать, что сейчас кто оказался в нижней части этого рейтинга, для них это явный сигнал, что что-то нужно менять в подходах к своей работе. Пока у нас рейтинг составляется только по управляющим компаниям Рязани, но со временем будем распространять эту практику на другие крупные муниципальные образования области. Я бы очень рекомендовал управляющим компаниям внимательно посмотреть, что у них там в рейтинге. Понять, что происходит, если компания где-то там внизу, и постараться все-таки на это отреагировать. Потому что дальше путь либо вверх, либо свою работу, наверное, придется прекращать. Методика получения баллов базируется на 10 основных принципах, где ключевые позиции – удовлетворенность граждан, исполнение предписаний госжилинспекции и привлечение к административной ответственности. Понятно, что от возможности влиять на начисление баллов от самих жителей, управляйки сейчас отсечены, и вполне понятно их раздражение. Только вот налаживать отношения с собственниками в пожарном порядке, наверное, уже поздно. Репутация – это игра в долгую. И 23 управляющие компании, уходящие с рынка 1 июня, этот тезис только подтверждают. Около 90 тысяч рязанцев уже приняли участие во всероссийском голосовании по проекту формирования комфортной городской среды. Об этом на правительстве заявил губернатор Павел Малков. Он призвал всех тех, кто еще не высказал свою позицию, сделать это как можно быстрее – до 31 мая включительно. Впрочем, были и другие темы. Голосование за благоустройство объектов вышло на финишную прямую. У рязанцев осталось без малого две недели, чтобы определить районы, где ремонт необходим в первую очередь. Ну, помимо Центрального парка культуры и отдыха, который в этом списке почему-то каждый год. И, скорее всего, снова туда попадет. В общем, как в лотерее. Три из двадцати шести. На выбор представлено 50 общественных пространств, 15 муниципалитетов. Если говорить про Рязань, то здесь выбор из 26 объектов. И по итогам четыре объекта в Рязани непосредственно будут определены победителями по одному в каждом районе города. Проголосовать можно разными способами, в том числе через портал, либо с помощью волонтеров. В Рязани, в крупных торговых центрах, есть такие точки, где можно это сделать. Сама процедура голосования очень простая. Там, ну, буквально несколько нажатий. Что в итоге выберут рязанцы, что выберут жители нашего региона, те объекты и будут благоустраиваться в следующем году. Одна из тревожных сезонных напастей – борщевики. Его разрастание пока не критично, но все же сигналы в ленту к Павлу Малкову попадают. Живучий сорняк сегодня беспокоит пока только некоторых жителей частного сектора, но его способность к размножению велика. Поэтому губернатор призвал проверить все такие проблемные зоны, включая обочины сельских дорог. Впрочем, системности подхода – это тихая охота, вроде пока не требует. Работают сначала механическим способом, там до трех раз скашивают в сезон, и, соответственно, гербицидные обработки. Объективно площадь не разрастается, но и сильно не уменьшается. Растения очень тяжело убить. Но пока мы обсуждали программных мероприятий, по этому поводу не требуется. Вроде бы справляются с силами, в том числе бизнеса, который помогает или механическими способами, или же приобретение и предоставление гербицидов для работы. Новинка, которую Павел Малков ввел с сегодняшнего дня – анализ сообщений от жителей области через Центр управления регионом. За прошлую неделю таких сигналов было 2200. Дороги, медицины, благоустройство, ЖКХ, мусор – топ-5 тем обращений. Вот только пока что вся эта аналитика – не повод к действию, а накопленная статистика. Такой вывод, по крайней мере, сделал Павел Малков. Не доходит информации до тех, кому адресовано. До тех же глав на местах. Главной администрации пока нет. Если такая необходимость есть, мы вместе с специалистами сделаем. Такая необходимость, безусловно, есть. Я, например, один раз был у руководителя префектуры в Санкт-Петербурге. Он мне показал, каждое утро, каждое утро у него начинается работа с того, что он смотрит, какие жалобы, вопросы, обращения есть в соцсетях. Он показал пачку. Аналитический отчет, который у него… Пачку листов. Отчет, который у него лежит на столе, где все очень подробно расписано. И он дальше сам дает поручения. Потому что, еще раз, если мы это от специалистов направляем, которые готовят ответы на обращение, это немножко не то. Нужно направлять всем людям, которые принимают решения и несут ответственность за вверенное направление. Систематизация обратной связи, по словам губернатора, должна стать другой. Например, отражать количество обращений на тысячу жителей. И плюс отслеживать динамику ответных действий властей на местах. Вот тогда этот новый формат станет результативным. Первый этап благоустройства улицы Краснорядской близок к завершению. Вернее, был близок до недавнего времени. Но вандалы повредили игровую площадку и сломали новые качели. Их теперь чинит завод-изготовитель. Ну а в самом общественном пространстве уже появились сцена, амфитеатр и зона отдыха. Первый этап реконструкции улицы Краснорядской, что у торговых рядов, на финишной прямой. Здесь уже обустроили зону отдыха, сцену с амфитеатром, спортивную площадку. Сегодня подрядчик идет с опережением. Графика осталось совсем ничего. Работы, которые сейчас идут к завершению, это подготовка основания под будущим мощением тротуарной плитки. Сзади нас мы видим три прекрасных настила из террасной доски. Это подиум, сцена, амфитеатр для досугого отдыха жителей и проведения также городских мероприятий. Далее выполнена работа по благоустройству по устройству рулонного газона, замена всех опор освещения, выполнена детская площадка с резиновым покрытием, с малыми архитектурными формами. Вот здесь, на спортивной площадке до недавнего времени красовались удобные качели. Но произошло, увы, типичное уже для Рязани событие. Их разломала загулявшая молодежь. На это, кстати, обратила внимание и глава администрации Елена Сорокина, которая сегодня осмотрела ход работы. Все, что может быть приколочено, должно быть приколочено. Все, что может быть вцементировано, должно быть вцементировано. Иначе все повыдерживается. Так с качелями, похоже, и произошло. На дату завершения первого этапа благоустройства вандализм особо не повлияет. Подрядчик идет по времени с большим запасом, но осадочек, как говорится, остается. Площадка предусмотрена для детей дошкольного возраста. На площадке в данный момент в вечернее время собирается очень большое количество, скажем так, не детского возраста, где на одних качелях катается массово по несколько человек. На что оборудование, естественно, не предусмотрено, потому что оно рассчитано на детский вес. Сейчас оборудование снято, отдали на завод, его сейчас восстановят, то, что сломали, и на следующей неделе мы обратно все поставим. Помимо качелей здесь появится и фонтан, но это уже на втором этапе. Сейчас же одно из самых популярных мест на Краснорядской – вот эта зона отдыха с деревянными лежаками. А еще здесь в нужной точке поставили большую фоторамку, где в проекции снимка просматривается Рязанский Кремль. Этим летом для жителей Рязани подготовлены различные формы досуга, которые будут проходить на общественных пространствах. В Центральном парке культуры и отдыха, парке Гагарина, лесопарке, Нижнем городском саду, а также на площадках у учреждений культуры. Об этом стало известно на совещании в городской мэрии. Программу так и назвали – «Лето в городе». Управление Рязанского троллейбуса можно поздравить с обновлением. Десять новых автобусов уже прибыли, еще четыре в пути. Но это только треть от того, что нужно. Об этом Елена Сорокина заявила на техническом совещании в мэрии. Впрочем, она добавила, что сама заявка может стать шире. Всего по контракту, который уже заключен, 39 автобусов. Но есть очень реальная возможность получить уже в этом году все 47 запланированных автобусов. Благодаря такой мощной поддержке правительства и губернатора. И, конечно, здесь спасибо вице-губернатору Артему Анатольевичу Брату, который непосредственно курирует данный вопрос обновления техники. Лето город встречает круглосуточной уборкой и теперь уже окосом травы. Подрядчики выходят в ночь, обещают начать масштабно работать триммерами уже с завтрашнего дня. Кроме того, не иначе, как барханами из песка называет мэр города неубранные горки на Михайловском шоссе и улице Полевой. Ждать, пока все это смоет дождем, нерочительно. Впрочем, у глагола ждать применительно к мэрии есть и приятная сторона. Этим летом для всех рязанцев готовят разные общественные сюрпризы. В Рязани запускают проект «Лето в городе». И кинопоказы, и в том числе лектории, мастер-классы, в общем-то, программы достаточно разнообразные и для семей с детьми, и для лет серебряного возраста. В общем-то, учли пожелания горожан в тех формах досуга, которые они предпочитают. Планируем предложить такой вечерний досуг для жителей спальных микрорайонов, это не просто мероприятие с концертными программами, но в том числе мы хотим рассказать горожанам и жителям этих микрорайонов об истории этого микрорайона, о том, какие люди здесь жили, какие люди талантливые здесь живут. В общем-то, это такой образовательно-развлекательный проект, который, как мне кажется, как нам кажется, будет очень полезен и интересен горожанам. Свой проект этим летом ждет и улицу Почтовая. Здесь хотят объединить всех уличных музыкантов, мэрия начинает принимать заявки на вступление в эту коалицию, музыка Почтовой, уже вполне себе состоявшийся бренд. В июне стартует новый археологический сезон. В преддверии мы встретились с археологом Владимиром Завьяловым, который рассказал об итогах раскопок на территории Переславля-Рязанского и о дальнейших планах в этом направлении. Город Переславля-Рязанский возник во второй половине XII века, наивысший расцвет переживал в XV веке. Именно этим периодом сейчас занимаются археологи. Наиболее интересный и насыщенный культурный слой. Слой, который рассказывает о последнем десятилетии Рязанской независимости. Житный раскоп в северной части Рязанского Кремля дал множество находок. Это целая коллекция деревянных предметов XII века, чего нет в большинстве музеев Центральной России. Мир русского человека был миром дерева. Деревянные изделия сопровождали всю его жизнь. Однако найти и сохранить удается их далеко не всюду. Большая работа ведется сейчас на Введенском раскопе. Здесь, судя по описаниям и планам, находилась Введенская башня Кремля в городе Переславля-Рязанский. Здесь нашли первую рязанскую берестяную грамоту, уникальную в своем роде. Она найдена в словах второй половины XV века. А в это время грамоты уже сходят на нет. В Новгороде, где известно порядка полутора тысяч грамот, этим временем датируется всего 2-3 находки. А вот у нас грамоты как раз второй половины XV века. С другой стороны, сам текст, как установил академик Алексей Алексеевич Гиппиус, это фрагмент из пасхалии, которые ежегодно в XV веке писались в Троице-Сергиевом монастыре. Дело в том, что в 1492 году ожидался в православной церкви конец света. Он соответствовал 7000 году от створения мира. В тексте призыв избегать соблазнов в преддверии страшного дня, конца света. И это художественный текст, что является редкостью, ведь чаще всего в грамотах описывали жизнь повседневную. Находят в слоях XV века и костяные изделия, железные и керамические предметы, игрушки и даже сохранившиеся кусочки ткани. Места этих раскопов, Житного и Введенского, предположительно, занимали привилегированные слои населения. Предполагалось, что здесь стояли отдельные усадьбы. Однако археологам удалось развеять эту теорию. В результате раскопок выяснилось, что здесь проходили четко структурированные улицы с деревянными мостовыми. К сожалению, на Введенском раскопе слоев XVII века мы не смогли проследить. Слои XVI века тоже были. Все эти слои были испорчены поздними коммуникациями и перекопами. Поэтому у нас материал XVII и даже XVI века, он немногочислен и, в общем-то, очень такой непредставительный. А вот дальше, слои XV века, они уже очень хорошо сохранились. Это влажные слои, они хорошо сохраняют органику. Я уже показывал и постройки, и улицу. В перспективе, в этом году мы, естественно, продолжаем работу на Введенском раскопе. Я надеюсь, что мы выйдем уже на слои середины и, может быть, даже начала XV века. Но главное, нам предстоит проследить, как поведет себя улица, будет ли она проходить в том же направлении или изменить свое направление, как будут располагаться усадьбы. Кроме того, в перспективе заложения еще одного раскопа. В северной части Архиерейского сада. Предполагается, что здесь мощный, влажный, культурный слой до 8 метров. А это значит, что предстоит большая работа и много интересных находок. Предположительно, 400 квадратных метров тайн, скрытых в земле. В перспективе приблизи к знаниям о тех, кто жил здесь задолго до нас. Международный день музея отметили 18 мая. В этом году к акции присоединились 145 стран мира. В выходные планируется традиционная ночь в музее, которая будет тематической. В России она связана с годом учителя и наставника и пройдет под названием «История и истории». В музеях региона готовят выставки, экскурсии и мастер-классы, о которых рассказали на пресс-конференции в Министерстве культуры. День музеев в мире празднуют с 1977 года. Это мероприятие стало любимым в разных точках планеты. Подготовку к нему музеи начинают заранее, не исключение Ильзань. В эти дни традиционно все музеи России открыты для своих посетителей. Это такой своеобразный день открытых дверей. Музеи можно посетить бесплатно. Мы в течение 20 лет, регион принимает участие в этой акции. И в каждом музее организовывается в этот день отдельная, насыщенная, очень интересная программа. Региональная афиша включает более 100 мероприятий, которые пройдут только в Международный день музеев 18 мая. Можно будет познакомиться и с постоянными экспозициями, и с работающими выставками. Но кроме того, пройдут еще интересные лекции, тематические встречи, концерты, мастер-классы, оффлайн-показы уникальных фильмов, проекты. Можно пройти будет квесты, посетить автобусные экскурсии и многое-многое другое. В этом году в преддверии Дня музеев стартует межмузейный проект «Про музей». Единая творческая программа путешествия по музеям края, презентации и конкурсы. Проект направлен на популяризацию музеев региона и презентацию их потенциала для студентов и преподавателей семи вузов региона. В этом году «Про музей» – это проект о том, как интересно, познавательно и необычно можно провести время в музее. О том, что сегодня музей – это точка притяжения для молодежи, где в интерактивной, живой, непосредственной форме можно знакомиться с историей, культурным наследием Рязанской земли и ее выдающимися людьми. Музей представит единую творческую программу путешествия по музеям родного края. Пройдет конкурс по музейному ориентированию «Рязанский край. Великие люди. Великие открытия», в которых проверят свои знания и эрудицию в составе команд преподавателей и студенты. В тесном сотрудничестве с вузами региона будут проходить все мероприятия проекта. Кроме того, предусмотрена работа тематической выставки и фотоплощадки. Еще один масштабный проект – «Лето в музее». Для тех, кто любит активное времяпровождение, впереди праздник 2 июля – летний день в Кремле, как всегда, первое воскресенье второго летнего месяца. Каждую субботу семейные выходные – это мастер-классы для всей семьи. Это день Рязанского народного костюма в рамках форума «Древние городов». Это экскурсии на раскопах и еще много чего. Не могу не рассказать, как руководитель проектного офиса, музейного проектного офиса при Министерстве культуры, о том, что в день музеев нужно обязательно посетить и наши муниципальные музеи. Уже 16 мая стартует проект «Про музей». 18 мая – насыщенная программа в честь Дня музея в каждом музее региона. 20 мая – акция «Ночь в музее». Не пропустите. Ягоды, овощи и фрукты от фермеров России. В Мещерской кладовочке можно найти фрукты и овощи на любой вкус. Гордость продаж – краснодарская клубника, которая и открывает ягодный сезон. Своё, родное и самое главное – полностью российское. Никаких импортных овощей и фруктов. Это принципиальная позиция торгового бренда «Мещерская кладовочка». Каждый год мы открываем сезон фруктовый наш с краснодарской клубники. Ежедневно приходит машина с Краснодара. Клубника вся спелая, сладкая, очень высокого качества. На наших прилавках максимально представлены фрукты и овощи российских производителей. И это наш конёк. Торговые точки у круиза и премьера можно увидеть издалека. Главное их отличие – всё сделано в русском стиле. Антуражные предметы деревянского быта наших бабушек, плетёные корзинки и даже лоточки для ягод из натуральных материалов. Мы отказались от пластиковой упаковки. Сейчас наша вся продукция способна вот в такие берстяные корзиночки. Вот такой доброй идеей пропитано в Мещерской кладовочке всё. От главного до мелочей. И даже начиналась история торговой сети по-особенному. Идея родилась с того, что мы начали заготавливать декорастущее сырьё. Лесные ягоды, такие как земляника, черника, брусника, я считаю, что они, конечно, наиболее полезные. Это порой единственная возможность у граждан купить экологически чистые продукты. И потом мы познакомились со многими фермерами, именно российскими. И зародилась идея открыть сети фруктовых лавок для наших продуктов. Компания «Мещерская кладовочка» на Рязанском рынке уже несколько лет. Ассортимент постоянно расширяется сезонными товарами российских фермеров. Появляется всё больше позиций из рязанских хозяйств. Позже, по мере созревания, на прилавке появятся черника, малина, смородина, лесные ягоды и грибы. Кстати, вся продукция сертифицирована. Среди обилия продуктов сомнительного происхождения – это очень важный момент. Приобрести свежие, натуральные и очень вкусные овощи, ягоды и фрукты можно ежедневно. С 9 часов утра до 8 вечера. Торговые палатки ждут вас у главного входа – торговый центр «Круиз» и у центрального входа торгового центра «Премьер». На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания.